Методика иноязычного образования. Курс 2. Лекция 13. Тема лекций. Управление учебным процессом. Планирование. Особенности планирования. Внеклассная работа учеников на иностранном языке. План лекции. Первый вопрос. Управление учебным процессом. Второй. Виды планирования учебно-образовательного процесса. Третий. Особенности планирования кредитной системы образования. Четвертый. Внеклассная работа учеников на иностранном языке. Цели и задачи – изучить вопрос управления учебным процессом. Второй – изучить виды планирования учебно-образовательного процесса. Третий – изучить особенности планирования кредитной системы образования. Четвертый – рассмотреть неклассную работу учеников на иностранном языке. Итак, планирование – это обязательный компонент работы. В области обучения иностранного языка цели программы могут быть достигнуты только при регулярной работе по строго намеченному продуманному плану. Благодаря планированию достигается правильная рациональная организация учебного процесса. Становится возможным рациональное использование учебников и учебных пособий. Осуществляется учет требований программ «Растет авторитет учителя». Благодаря планированию появляется возможность вовлечь всех учащихся в учебный процесс. Появляется возможность предвидеть и учесть результаты работы. План четко предусматривает совокупность умений и навыков в их последовательности и развитии. Планирование позволяет дозировать учебный материал и распределить его в хронологии. Виды планов. Годовые Календарный Наиболее приблизительный разброс учебный материал Полугодовой Четвертой Тематический План серии уроков по данному параграфу или теме Поурочный Что отличает один урок от другого? Название связано с материалом урока и его содержанием. Названием урока могут служить краткое описание сюжета или ситуации, строка из диалога, обращение персонажа, урок как участник и т.д. Второй пункт в шапке плана урока – это тематика указа всей темы, которая затрагивает общение на уроке. Коммуникативные методики освоения темы осуществляются циклично или по спирали, то есть одна и та же тема обсуждается в определенный момент на протяжении всего курса обучения, каждый раз более углубленный. Третий пункт на данном этапе планирования – это определение задач урока. Они формулируются в терминах коммуникативных функций или коммуникативных умений. Задачи урока обуславливаются общими коммуникативными целями, имеют свое место в иерархии целей и задач обучения. Общей целью является обучение инновидичной культуре, в частности адекватному речевому поведению формальных и неформальных ситуаций. Обучение вербальной коммуникации понимаемо так, как обмен информацией, мыслями, чувствами. Обучение рассматривается как промежуточные цели, решение которых позволяет реализовать коммуникативные цели. Прием понимания информации достигается средством слушания и чтения, передачи информации посредством говорения письма. Каждый вид речевой деятельности, как сложное умение, включает комплекс простых речевых умений. Их формирование находится в сфере задач обучения. Из них выбирают конкретные задачи урока. Задача урока становится задачами учащихся – Learners Objects Art или Goals. Система уроков – это совокупность уроков разных типов, расположенных в определенной иерархии, подчиненных общей конечной цели. В рамках урока вырабатываются первичные выработки первичных умений, возможность повторения нового материала, изъяснения нового материала, упражнения на узнавание, воспроизведение языкового материала. Количество уроков этого типа зависит от сложности материала и от обучения. Календарный учебный график Рабатывается на основе учебного плана на текущий учебный год. В календарном учебном графике определяются сроки теоретического обучения, промежуточные аттестации, каникулы, всех видов практик и старственной итоговой аттестации и других видов учебных занятий. Календарный учебный график разрабатывается учебным отделом, и утверждается учебным заместителем или начальником по учебной работе. Тематический план изучения дисциплины разрабатывается кафедрой за полный курс обучения текущий год. Ежегодно при необходимости корректируется с учетом новейших достижений науки и изменений в соответствующем законодательстве требований практики. Обсуждается на заседании и утверждается. В тематическом плане определяется перечень разделов и тем, виды занятий и время, отводимые на изучение учебного материала. Тематический план комплексного изучения дисциплины должен быть согласован и обсужден на совместном заседании. Основные направления планирования Это прагматическое формирование участия в коммуникативных умения и навыках, вноси логические сообщения учащимся в сведении о стране изучения языка и событий в мире, аксиологическое развитие учащихся ценностных ориентаций и мотивов деятельности. Внеклассная работа Внеклассная работа всегда связана с изучением английского языка. Принципы внеклассной работы по иностранному языку Это принцип связи с жизнью, принцип коммуникативной активности, принцип учета уровня языковой подготовленности учащихся и преемственности с уроками иностранного языка, принцип учета возрастных особенностей учащихся, сочетание коллективных групповых и индивидуальных групп, форм работы, принцип межпредметных связей в подготовке и проведении внеклассной работы по иностранному языку. Система внеклассной работы по иностранному языку включает совокупность связанных, взаимодействующих форм, методов и видов неурочных деятельностей, соединенных общими целями. Все вышеперечисленные принципы взаимодействуют друг с другом. Осуществление одного принципа в практике педагогической деятельности невозможно без соблюдения других. Эффективность и результативность внеклассной работы находятся в прямой зависимости от вышеперечисленных принципов и также в следующих условиях. Добровольность участия, сочетание самодеятельности и инициативы детей с направляющей роли учителя, четкая организация и тщательная подготовка всех запланированных мероприятий, эстетическая выразительность, занимательность и новизна содержания форм и методов работы. Наличие целевых установок, перспектив деятельности, широкое использование методов педагогического стимулирования активности учащихся, индивидуальные формы работы, массовая, групповая, индивидуальные. Эти формы определяются на основании таких критерий, как количественный охват учащихся, регулярность проводимой работы, стабильность состава учащихся. Во внеклассной работе по иностранному языку различают три основные формы работы – массовая, групповая, индивидуальная. Эти формы определяются на основании таких критерий, как количественный охват учащихся, регулярность проводимой работы, стабильность состава учащихся. Массовая форма различает в зависимости от периодичности массовые эпизодические вечера, утренники, конференции, посвященные праздникам, Олимпиады по иностранным языкам, конкурсы, КВН. К массовым постоянным формам работы относятся недели иностранного языка. Групповая форма работы чаще всего представлена двумя основными видами – кружковой и клубной. Кружковая форма работы имеет различную направленность на дальнейшие совершенствования уровня практического владения языком – становедческие кружки. Индивидуальные формы работы имеют большое значение в выявлении индивидуальных способностей и склонностей учащихся. Они предполагают подготовку рефератов, разучивание стихов, песен, приготовление альбомов, выпуск, стен, газет. Все формы внеклассной работы тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены. Система внеклассной работы учителей по иностранному языку в школе включает следующие мероприятия – школьный тур Олимпиады по предметам, подготовка и участие учащихся в школах в Олимпиадах в межшкольном уровне, организация проведения недели иностранного языка, участие учащихся в городских и региональных акциях, праздник, чему мы научились, например, экскурсии, культпоходы, кинотеатры, исследовательской деятельности учащихся, использование интернета в обучении иностранного языка. Цели внеклассных мероприятий по предмету иностранного языка следующие – воспитание чувства любви и добра учащихся, развитие творческих началов учителей учащихся, совершенствование технологий коллективных творческих дел, подготовки, сотрудничества, игры, проекты. Олимпиады повышают интерес учащихся в иностранном языку, создают у старшеклассников положительные отношения к изучению иностранного языка. В неделе иностранного языка участвуют все учащиеся с 1 по 11 класса. Проведение такой недели помогает совершенствовать и развивать приобретенные иноязычные речевые навыки. Участие в оригинальных акциях детей развивает кругозор и ширеет их кругозор. Посещение выставки, театра, кинотеатра, связанных со страной изучаемого языка способствует повышению интереса к изучаемому языку. Неклассные мероприятия способствуют развитию творческих способностей и эстетического вкуса учащихся, воспитывают их воображение, мобилизуют их внимание, память, раздевают у них чувство ответственности, приучают к самостоятельности, организованности, к аккуратности, выполнению порученных заданий. Чтобы вовлечь как можно больше учащихся в неклассную работу, необходимо применять разные формы, индивидуальную, кружковую, массовую, умело сочетая их. Воспитательные результаты внеурочной деятельности учащихся могут распределяться по трем уровням. Первый уровень связан с приобретением учащихся в социальных знаниях об общественных нормах. Второй уровень результатов – получение школьниками опыта переживания позитивного отношения к базовым ценностям общества, семье, знаниям, природе, культуре. Третий уровень – результаты внеурочной деятельности связан с получением учащихся опыта самостоятельного общественного действия. В данном случае особую важность представляет взаимодействие учащихся с социальными объектами за пределами школы и класса. Групповые формы внеклассной работы характеризуются стабильностью участников 10-15 и регулярностью занятий. Викторина представляет собой одну из наиболее часто применяемых форм неучебной деятельности. Ее особенность заключается в том, что она может быть проведена на любом этапе обучения настранному языку. Грамматический кружок обладает значительным воспитательным образовательным потенциалом, поскольку в нем интегрируются различные виды искусства, художественные чтения, хореографии, пении. С деятельностью грамматического кружка также связаны такие формы неклассной работы, как кружок любителей поэзии, кружок разговорной речи, конкурсы на лучшего рассказчика-переводчика. Таким образом, неклассная работа играет важнейшую роль в процессе обучения настранному языку в школе, позволяет не только развить умения и навыки, полученные учащимися на уроках иностранного языка, но и реализовывать свой творческий потенциал и креативное мышление. В процессе внеклассной работы учащийся развивает личностные качества, что также представляет особую важность в процессе социализации и межкультурного общения. Активная внеклассная деятельность на протяжении всего курса изучения иностранного языка способствует поддержанию мотивации в формировании позитивного отношения к языку и культуре страны. Вопросы для закрепления литературы.